Red Diamond. Очень ждали мы его. В прошлом году была ягодка маленькая, ну поменьше, намного меньше, чем в этом году. Я очень ждала его появления, потому что очень хотела посмотреть, какие ягодки будут в этом году. Честно признаться, размер поражает по сравнению с прошлым годом. Это нечто, плодоносит он второй год. Очень интересные, у них вообще, у него очень интересные завязывания ягодки. Вот посмотрите, обратите внимание, зеленая ягодка у него спрятана, спрятана вот в такую кубышечку. То есть постепенно открываясь, 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 вот она краснит, она выходит из этой кубышечки. Такое ощущение, что ягодка защищена полностью, и действительно она защищена. То есть она, как видите, все ягодки ровненькие, никем не пораженные, никем не тронутые. То есть ягодка очень, но он только начинает спеть, тоже покажу, уже в полной спелости. Вот у нас его два куста, хотя проблемы, проблемы, они этим летом, и с каждым летом все больше и больше, проблемы существуют. Вот у нас тут, вверху у нас проблема. Некоторые побеги не выдерживают, засыхают. То есть и это практически на каждом сорте не вытягивают. Хотя, опять же, повторюсь, что полив у нас практически круглосуточный. Мы порой даже можем и ночью вставать, чтобы полить не в солнце, не в жару поливать, а по прохладе, скажем так, чтобы не так было урожаю плохо. То есть может вода попасть на ягодку, может ягодка подпечься. Вот, и все равно проблемы существуют, некоторые побеги засыхают. Вот второй куст тоже, тоже плодоносит, тоже открываются кубышечки вот маленькие. Открывается ягодка, открывается уже открытая, уже красненькая. Ну, тут еще дней, дня 4-5, и мы уже попробуем. Ягода очень интересная, необычная. То есть это необычный ежемалиновый гибрид. Склоняемся к тому, что это все-таки именно ежемалиновый гибрид, а не ежевика. Ягодка из таких вот очень интересных ячейчек, необычных. Ярко-красный цвет, прозраягодка прозрачная на солнце. Очень сладкая, очень приятная, вообще очень приятно созерцать, приятно есть. По морозоустойчивости, опять же, не скажу, все проверяем, мы укрываем. Мы даже и не проверяем в этом году. Хотя в этом году могу сказать, что этой зимой мы не стали накрывать пленкой, а укрыли только лишь двойным спонбодом. Что могу сказать? В принципе, все сорта вышли. Были кое-какие подмерзания, побегов несущественные. Все сорта вышли из зимы неплохо. Но, оговорюсь, что зима была достаточно теплая. То есть в феврале у нас были оттепели. Поэтому никогда не знаешь, как накрыть всю зиму. Мы на побегушках, то есть открыл и закрыл, приоткрыл, чтобы подышало. Потому что все-таки бывают и достаточно плюсовые температуры зимой. Поэтому хочется сохранить все-таки, чтобы попробовать что-то новое, что-то вкусное. Да и просто насладиться ягодой. Поэтому приходится побегать как зимой, как весной, так и летом. Бегаем, бегаем и бегаем. То есть как потопаешь, так и полопаешь, как говорится. По-другому с растениями никак. Так что вот, сорт получается ранний. Ранний. Очень вкусный. Урожайность. Ну, опять же, побеги были, побеги прикапывались. Поэтому у меня они, как видите, невысокие. Шпалера вон, где заканчивается. Они у меня всего лишь до третьей проволоки доходят. Побеги невысокие. Ну, даже по метр, наверное, у них метр. И на метре вот такой вот неплохой урожай. Крупных ягодок. Очень вкусных. Очень красивых. То есть очень интересный сорт. Сорт новый. В прошлом году он у нас появился. Ну, в прошлом году он у нас первый раз плодоносил. То есть на каких-то там небольших побегах мелкие ягодки мы уже видели. И вот в этом году уже, скажем так, полноценный урожай. На, опять же, на небольших побегах. Тоже есть проблемы, как у всех ежевичных, малино-ежевичных гибридах. Может поражаться пятнистостью. То есть тут нужны обработки, весенние обработки. Курзатом или чемпионом. Вот мы работаем. Курзат-Р и чемпион. Очень нравится мне чемпион. Она прекрасно действует, прекрасно помогает. Но все равно при такой жаре все растения мучаются. И мы вместе с ними. Поэтому просто вот это вот приходится вырезать. Оно уже все, оно уже погибло. Вот, но рядышком есть уже спелые ягодки, которыми мы скоро будем наслаждаться. Продолжение следует... Продолжение следует...